Программа ликвидации скотомогильников началась в 2017 году. За 6 лет общее количество захоронений скота снизилось с 463 до 29. Всего на проведение работ по ликвидации 432 скотомогильников затрачено 19 565 461 рубль из областного бюджета. В результате сдачи металлических емкостей от скотомогильников в пункты приема лома металла в бюджет области поступило 1 676 362 рубля. На 2024 год запланирована ликвидация 10 скотомогильников. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 680 тысяч рублей. 7 скотомогильников находятся в собственности хозяйствующих субъектов, 7 на балансе предприятий, остальные безхозяйные. Ликвидировать оставшиеся скотомогильники должны в следующем году, но есть трудность. 11 из них находятся на границе региона. Дело в том, что мы сегодня там находимся, на границе. Здесь эти скотомогильники, просто давайте посмотрим, где они находятся. Если опасно, то не нужно. Но если те, которые даже можно с этих 11 нам их уничтожить, то их надо, работы эти привести. Все работы выполнить и забыть. Потому что то, что сегодня они несут, каждый скотомогильник, угрозу, и учитывая ту ситуацию, что они там находятся, оно еще более опасно. Вот все к этим, давайте мы вернемся. Вернемся конкретно по каждому. Вы мне принесите на карте, где они находятся, на каком расстоянии от границы. И потом мы примем решение, выработаем план, согласуем с пограничниками и с Министерством обороны. Я думаю, это можно решить. Дмитрий Газин, Сергей Севастьянов, Анатолий Чекрыгин, Брянск.